У Зеленского много контактов Почему президент Украины отказался поддержать Коломойского в деле Приватбанка? 6 июня 2019 года, полночь 5 Надежда Алексеева, Елена Анищук Владимир Зеленский не намерен вставать на сторону бывших владельцев Приватбанка, которые пытаются опротестовать решение 2016 года о национализации финансового учреждения. Об этом президент Украины заявил во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Так Зеленский попытался откреститься от связей с олигархом Игорем Коломойским, считают эксперты. В настоящее время ему поступает немало предложений о сотрудничестве и от других влиятельных игроков в украинской политике, но говорить о расхождении интересов главы государства и бизнесмена пока рано, уверены аналитики. Президент Украины Владимир Зеленский не собирается поддерживать бывших владельцев Приватбанка, которые ведут сейчас тяжбу в украинском суде с государством. Об этом политик заявил во время переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Что касается Приватбанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня этой игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне, говорится в заявлении Зеленского, опубликованном в Twitter. Украина – только предлог. Напомним, в 2016 году правительство Украины приняло решение о национализации крупнейшего украинского банка, основанного олигархом Игорем Коломойским. На момент национализации Коломойскому принадлежал 41% акций Приватбанка. Власти мотивировали свое решение необходимостью спасения финансовой системы страны. Крах Приватбанка ударил бы по миллионам граждан. Бывшие владельцы структуры не согласны с этой версией и утверждают, что правительство специально создало предпосылки для кризиса финансового учреждения, чтобы затем отобрать активы у его акционеров. Также по теме «Украинцы ждут чуда». Какие проблемы предстоит решать президенту Владимиру Зеленскому сразу после того, как Владимир Зеленский вступил в должность президента, он объявил о распуске Верховной Рады. По словам экспертов, не задал года второго тура президентской кампании окружной административный суд Киева вынес решение в пользу подконтрольной Коломойскому кипрской кампании «Триантл Инвестментс Лимитед», признав незаконной процедуру национализации Приватбанка. Петр Порошенко раскритиковал это решение и обратился к СБУ и Генпрокуратуре с призывом проверить судей на предмет нарушения закона. Сам Коломойский заявил журналистам, что не требует возврата его доли в Приватбанке, но настаивает на компенсации в размере 2 миллиарда долларов. Очевидно, что, даже если судебная тяжба увенчается победой бизнесмена, государство вряд ли сможет выплатить ему такую сумму. Сейчас Киев едва справляется с обслуживанием газдолга. Поэтому олигарх, по его словам, согласен подождать с выплатами или получить их в виде облигаций. Мне не нужно такой ситуации, при которой когда кто-то голодает или не хватает денег на армию, а я в это время буду получать 2 миллиарда. Я не спешу. Мне нужно признать факт, что меня ограбили, и определить, насколько, заявил Коломойский в интервью. Хотя эксперты из СМИ с самого начала называли Владимира Зеленского ставленником Игоря Коломойского, по вопросу Приватбанка их мнения расходятся. Мало того, в команде Зеленского с самого начала оказался экс-министр финансов Александр Данилюк, который лично участвовал в процедуре национализации Приватбанка в 2016 году. Коломойский с самого начала не скрывал, что Владимир Зеленский для него не случайный знакомый. Как пояснил олигарх в интервью Радио Свобода, достаточно тесно он общается с Зеленским с 2011 года, когда Шаумин перешел работать на принадлежащий Коломойскому телеканал 1+,1. «Деловые переговоры стали прологом к человеческим взаимоотношениям», пояснил олигарх. Неизвестно, оказывал ли Коломойский финансовую поддержку Зеленскому во время предвыборной кампании, но без медийной помощи точно не обошлось. Телеканал 1+,1 стал политической трибуной для кандидата от партии «Слуга народа». Как посчитали в Национальном совете по мониторингу вещания телерадиокампаний, во время избирательной кампании порядка 14% всего эфирного времени телеканала было отведено под выступление Владимира Зеленского в том или ином амплуа. Проект «Вечерний квартал», «Мультибарбара», телевизионные сериалы «Слуга народа», «Слуга народа», «2», «Слуга народа», «3» и «Т». «Д». Содержит материалы, высказывания, действия, которые с использованием острой политической сатиры и художественных средств имеют признаки манипулятивного характера», говорилось в заявлении Нацсовета. Однако сейчас мнение Зеленского и Коломойского расходится не только по вопросу национализации Приватбанка. Ранее олигарх посоветовал новым властям Украины объявить дефолт по внешнему газдолгу. По мнению бизнесмена, ответственность за долги Украины должны взять на себя США и ЕС, которые стали косвенными виновниками того положения, в котором оказалась Украина, страна не может обслуживать газдолг, не прибегая к новым займам. Также по теме «Удар по Зеленскому», почему на Украине требуют отправить в отставку главу администрации президента Общественный люстрационный комитет подал в суд на Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении руководителем. «Это ваша игра, ваша геополитика, США и ЕС. А.Т. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина, это только предлог», заявил бизнесмен в интервью Financial Times. По мнению Коломойского, если Зеленский будет по примеру своего предшественника слепо следовать указаниям Запада, его популярность быстро пойдет на спод. Но Владимир Зеленский не намерен прислушиваться к этим советам. Во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровский сам украинский лидер назвал заявление Коломойского слухами. «Что касается дефолта, это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», заявил Зеленский. По мнению политолога Ростислава Ищенко, президенту все-таки следовало бы прислушаться к словам Коломойского. «Дело в том, что дефолт в сложившейся ситуации неизбежен, и чем раньше он будет объявлен, тем быстрее минует кризис», считает эксперт. «Оттягивать дефолт бессмысленно, и если Зеленский объявит его сейчас, то все претензии населения будут адресованы его предшественнику, который довел ситуацию до такого состояния. Но если дефолт произойдет, например, через полгода, то вину уже возложат на Зеленского. Ответственность будет лежать на нем», пояснил Ищенко в интервью. «Освободиться от всех долговых обязательств», Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт Соединенные Штаты Америки и Евросоюз не заинтересованы в развитии Украины, а всего лишь используют ее как повод навредить России. Миллиардер, украинский олигарх Игорь Коломойский, который находится под расследованием ФБР, вернулся на Украину из изгнания в Израиле, и первое, что он сделал, стал угрожать американским гражданам. Это настоящий тест для президента. Будет ли он арестован? Написал юрист в своем Твиттере. Также американской стороне не понравилось назначение на пост главы президентской администрации бывшего адвоката Коломойского Андрея Богдана. По информации украинских СМИ, спецпредставитель Газдепа по вопросам Украины Курт Волкер настоятельно рекомендовал новому украинскому президенту воздержаться от этого кадрового решения. Сейчас многие в США твердо уверены, что Зеленский и Коломойский действуют сообща, пояснил в беседе С. А. Т. Источник в партии Народный фронт. Новый президент Украины смог настроить против себя и республиканцев, и демократов. Они не понимают, почему Зеленский назначил главой администрации президента Андрея Богдана, который ранее плотно работал с Игорем Коломойским. Посольство США на Украине рекомендовало Зеленскому не назначать Богдана, но все просьбы были проигнорированы, напомнил представитель партии. Однако в действительности сегодня у Коломойского нет рычагов влияния на нового президента Украины, считает источник А. Т. в администрации президента Украины. По мнению директора НИИ миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, очень скоро станет ясно, готов ли Зеленский вести независимую от Игоря Коломойского политику. Посмотрим, будет ли Коломойскому дан зеленый свет. Этот вопрос разрешится, скорее всего, не поздней осени, ключевым моментом станет дело Приватбанка. Но на сегодняшний день было бы преувеличением называть Владимира Зеленского стопроцентным проводником интересов Игоря Коломойского. У Зеленского сейчас много контактов с различными структурами и олигархами, подчеркнул Денисов. Также по теме кастинг политических талантов, как Зеленский проводит отбор кандидатов на выборы в Верховную Раду на Украине партия Владимира Зеленского слуга народа завершила сбор резюме претендентов на участие в парламентских выборах, которые, по мнению источника А.Т. в радикальной партии, оказался перед сложным выбором. Зеленский может наломать много дров. Он реально готов реформировать страну, но ни знаний, ни умений, ни политической поддержки для этого у него нет. Плотная работа с Коломойским похоронит его репутацию и рейтинг через полгода, а конфликт приведет к открытому противостоянию, считает источник. Сейчас на Зеленского идет давление сразу с нескольких сторон, различные политические и финансовые группы стремятся защитить свои интересы и сделать президента орудием достижения личных целей, уверен Ростислав Ищенко. Кроме того, дополнительные сложности Зеленскому создает позиции американцев, которые выступают против Коломойского, считает эксперт. В целом борьба между олигархами и прочими группами влияния на Украине, по его мнению, сейчас в самом разгаре. Например, активно свои интересы продвигают Пинчук, его человек стал секретарем СНБО, и это не единственный пример. Продвигают свои интересы и американцы. Например, возглавивший партию Зеленского Дмитрий Разумков, это их проект. Ахметов тоже пытается защищать свои интересы, хотя его люди и не появляются в окружении Зеленского. Сейчас все пытаются понять, кто является центром решения проблем и принятия решений, но единый центр пока не определился, подытожил Ищенко. Радио Свобода, СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 5 декабря 2017 года.